28 мая друзей я своих встречаю, иду я к ребятам, с кем вместе когда-то служили мы на заставе. Это лучше, чем день рождения. Самый главный праздник для пограничников. Да, самый главный праздник. Погранцы, защита Родины. За мысль! За мысль! За мысль! 28 мая очень важный день для пограничников. Особенно это чувствуется в Перми, где этот день празднуют с особым размахом. С самого утра город наполняется зелеными фуражками. Пограничники собираются на набережной у речного вокзала, чтобы потом праздничной колонной пройти по городу. Вокруг все знают и кого не спросишь, ответят вам крылатые слова. Быть пограничником не просто служба, быть пограничником – счастливая судьба. И вновь по границе наряды уходят сквозь снег и туман. Фуражка, зеленая слава, ты нашей судьбы талисман. Фуражка, зеленая слава, слава, ты нашей судьбы талисман. Раз, два, три! Первая остановка у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Здесь проходит возложение венков и цветов. Возле памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Возле памятника «Разорванное братство» проходит митинг. В этот знаменательный день хочется сказать, что все мы с вами ходили по последним метрам родной земли, защищали ее. Как бы тяжело и трудно не было, мы никогда не забывали свой долг, честь. Приятно видеть здесь веселые, бодрые лица. Хочется верить в то, что мы вместе сможем сделать что-то хорошее для нашей замечательной Родины и находясь на гражданке. Пограничники — это щит Родины. А все остальные рода войск — это заклепки на этом щите. Но в центре этого щита есть большой шип. Кто говорит заклепка, а кто еще таки шип? Это воздушно-десантные войска. Нас с вами объединяет одно большое дело. Это любовь к Родине. Это выполнение воинского долга по защите наших рубежей. Охрана рубежей нашей Родины всегда была и будет степенной задачей обеспечения безопасности нашего государства. Сегодня в ваш праздник примите искреннее поздравление от имени руководства и от имени коллектива управления Федеральной Республики Безопасности России в Бобелском крае с нашим рациональным праздником. Считаю, что пограничники — это те люди, которые стоят на страже наших рубежей, которые принимают первым ударом от любых наших захватчиков. Поэтому люди с большим мужеством, с большой стойкостью и с большой любовью к Родине. И традиции, которые вы храните, умножаете, передавайте своим детям и внукам. История четко зафиксировала ваши подвиги и достижения. И они являются примером служения Родине для всех граждан. Мы помним, что первый бой приняли пограничники в 1941 году в 4 часа утра, когда Киев побили и нам объявили, что началась война. Мы помним о том, что в Афган вошли как десанты, так и пограничники. Но помним мы еще и Даманский. История четко зафиксировала ваши подвиги. История четко зафиксировала ваши подвиги. Пограничные войска выполняют почетную обязанность, охраняя внешние рубежи государства. Пророк Мухаммад Мириму сказал, любовь к Родине, ее защита является частью веры. Как стало уже нашей доброй традицией, мы вспоминаем всех, кто положил свою душу за други своя. В Евангелии сказано. Нет больше той любви, если человек положит свою душу за своего пришлю. И мы с вами можем и должны вспомнить их сегодня. Всех, кто положил свою душу, защищая рубежи нашей Родины. Заканчивается наше праздничное мероприятие у памятника. Но оно не заканчивается сегодня. Сейчас мы все с вами дружно пройдем на стадион «Юность», где мы послушаем хорошие песни, увидим красивые танцы, поучаствуем в конкурсах. Сегодня ночью все спокойно на границе, но все равно состава не смыкает глаз. В любой момент ракета в небо может взвиться, и в тот же час сигнал в ружье поднимет нас. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряду пограничников. Суровые законы, нельзя на спать, когда другие люди спят. А на плечах у нас зеленые погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряду пограничников. Суровые законы, нельзя на спать, когда другие люди спят. Спасибо за службу, братья! Суровые законы, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряду погоны, и мы с тобой, дружок, опять идем на ряду погоны. Группа Юджи продемонстрировала в танце свою высокую акробатическую подготовку, а затем провела мастер-класс для наиболее подготовленных пограничников. Итак, только что вы увидели, как человек, скорее всего, он недавно служил в погранвойсках, стоял на голове, на вытянутой руке у другого молодого пограничника. Сейчас мы проверим, как это мы умеем делать. Ветераны-пограничники! Ну, давай! 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 Слушайте, я никогда в жизни не видел такую красивую пограничную ласточность. И самый экстравагантный посетитель сегодняшнего дня пограничника, человек, пришедший в тапочках, танцевавший босиком, и даже увеличивший свою танцевальную программу, Александр! Самым запоминающимся конкурсом в этом году стал танец «Яблочко», на который приглашались морские пограничники, носящие не фуражку, а без козыр. Танец «Яблочко»! Танец «Яблочко»! Танец «Яблочко»! Танец «Яблочко»! Что пойдешь, не уродишься. Здесь нужно хлопаем, помогаем. Что не уродишься. Какое сегодня число? 28 мая! Итак, я так понимаю, легендарная песня про 28 мая. А, погранвойска! Есть праздников много в мае. И первое, второе встречаем. А также 9 мая. С дедами садимся за стол. Но есть в этом месяце праздник. Он как сумасшедший проказник. Бурашки зеленые мы надеваем. И хором песни поем. 28 мая! Друзей я своих встречаю. Иду я к ребятам всем вместе. Когда-то служили мы на заставе. 28 мая! Друзей я своих встречаю. Иду я к ребятам всем вместе. Когда-то служили мы на заставе. Продолжение следует...